Здравствуйте гости и подписчики нашего канала. Сегодня мы поговорим о оказании первой помощи вашим питомцам при укусах насекомых. Если у вас возникли какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, мы на них обязательно ответим. С укусами насекомых собаки и их владельцы сталкиваются, как правило, в весенне-летний период, в парках, в лесу, на даче. Виновниками являются пчелы, шмели, осы, пауки, комары, оводы и другие насекомые. В первую очередь в зону риска попадают питомцы, которых забыли обработать специальными препаратами или вовсе пренебрегли этой процедурой. Ситуация после укуса насекомого, особенно ядовитого, она развивается очень стремительно. Если укус был в области морды, то сразу образуется сильный, хорошо заметный отек или уплотнение, может быть зуд. Зуд может быть от умеренного до очень сильного. Местные травмы могут быть, краснеет это место. Также повышается местная температура у животного. Разумеется, необходимо срочно показать собаку-ветеринару, ну или кошку. Но в дачный период, например, в аптечке для собак всегда должны быть антигистаминные препараты. Например, супрастин, дексаметазон, димедрол. Они могут быстро оккупировать развитие аллергической реакции на яд насекомых. Эффектнее также будет вести инфекции, чем таблетки. Но можно применять и таблетки. Также для уменьшения отека и зуда стоит приложить холод к месту укуса. В этот период внимательно следите за животными, так как возможно рвота. Поэтому наклоните голову животного так, чтобы рвотные массы не попадали в дыхательные пути. Отпаливайте его отваром череды длительное время. А также можно ввести аскорбиновую кислоту с глюкозой. Для устранения зуба можно воспользоваться разными спреями с гидрокортизоном. В любом случае, сразу после оккупирования приступа, стоит обратиться к ветеринарному врачу или вызвать его на дом. Если у вас возникли какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. Мы на них обязательно ответим. Помните, что особенно в весенне-летний период не забывайте обрабатывать ваших питомцев разными препаратами для отпугивания насекомых. А также не забывайте, что предотвратить проблему проще, чем ее потом лечить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова